Всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube канале ArtStyle. Подробно расскажу о LG L-Fino. Да, компания LG стала называть такими красивыми названиями свои новые смартфоны. Его цифровое номинование буквально это D295. Обзор снимается в середине октября 2014 года. И у меня в руках образец от компании LG. Написано на нем даже не для продажи. Но как меня заверили, продаваться будет точно такое же, точнее уже продается. И по идее все то же самое. Ну что же, начнем. Диагональ экрана здесь 4,5 дюйма. Технология экрана IPS. Экран в принципе нормальный для такого уровня аппарата среднего. По цене он, кстати, по московским ценам. Средний продается около 7000 рублей в октябре 2014 года. В принципе дисплей нормальный. Углы обзора хорошие, яркость более-менее все видно. Единственное разрешение подкачало 800 на 480. Я аппаратом пользуюсь уже несколько дней. Те, наверное, шестой. Сим-карту как поставил, так как-то с ним и хожу. И знаете, нормально. Единственное, вот какой-то мелкий шрифт, то тут уже пикселизация будет видна. Смартфон работает с двумя мини-сим-картами. Вес смартфона 149 грамм. Поддерживает карты памяти microSD. Информации даже на сайте LG, к сожалению, нет. До скольких гигабайт? Я подозреваю до 32. А вот память встроенной тут как-то очень странновато поступила компания LG. 4 гигабайта в смартфоне, но доступно всего лишь 1,3 гигабайта. И самое неприятное для тех, кто планирует играть на этом смартфоне, а характеристики я вам сейчас обязательно расскажу, как обычно это делаю. Играть на нем, в принципе, можно. По тестам нормально. Но вот свободно 1,3 гигабайта и на карту памяти кэш не ставится от игр, это, конечно, несколько удивляет. Ну, тут только рутирование поможет в этом случае. По характеристикам. Во-первых, Android 4.4. LTE сетей здесь нет. Есть только 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и FM-радиоприемник с возможностью записи. По процессору здесь Qualcomm Snapdragon 400, 4 ядра, 1200 МГц. Видеопроцессор Adreno 305. Достаточно распространенный для бюджетных телефонов вариант. Оперативной памяти 1 гигабайт. Про память только что подробно рассказал. То есть 1,3 гигабайта, как хочешь, так и крутись с этими. То есть, еще раз говорю, рутировать только. И что касается теста FPS. Все-таки я его, конечно же, сделал. Исключения делать не стал. Я, как всегда говорю, то есть FPS это количество кадров в секунду. Среднее значение дважды делал около 22 кадров в секунду. В принципе, ну, конечно, это немного. Но, учитывая бюджетность телефона, результат более-менее, скажем так, нормальный. По аккумулятору подробно расскажу. Аккумулятор здесь 1900 мА. И аккумулятор меня приятно удивил. Совсем недавно вышел обзор на моем канале на LG L Bello. Чуть подороже аппарат с 5-дюймовым дисплеем. А так очень сильно на него похож. Очень сильно. Что там, что здесь. Аккумулятор меня удивил. LG что-то сделали с своими... С чем-то, что-то то сделали. И выразилось это в том, что смартфон работает существенно дольше, чем до этого вся L-серия, которая побывала у меня в руках. И, в общем-то, больше, чем большинство конкурентов. Реально. Что А бренды, что Б так называемые бренды, неважно. Но что-то они улучшили в батарейке, в производительности. Потому что, во-первых, время работы увеличилось. То есть, 6 часов 40 минут на максимальной яркости прокрутил видео. И по ощущениям, а я хожу с ним уже, наверное, день шестой. Моя сим-карта здесь стоит. И вот за сутки те же самые там 25-40% уходят. Притом, я им пользуюсь. Звонки, радио даже слушаю, музыку. То есть, расход энергии очень низкий. По крайней мере, тот образец, который я держу в руках. Но, как меня заверили, еще раз повторюсь, они должны быть и в магазине продаваться такие же. В этом плане я очень доволен. То есть, очень хорошо держит заряд. Реально хорошо. Внешний вид давайте покажу. Сверху, по традиции, разъем для наушников. Судя по всему, дополнительный микрофон. Что касается качества звука. Абсолютно, по-моему, на всех LG играет одинаково приблизительно. Громко, сочно, красиво. И может использоваться в качестве MP3-плеера. Эквалайзера только я здесь не нашел. Но любой сторонний можно поставить. Плеер будет эквалайзером. Смотрите, снизу. Разве так же микрофон разговорный. Микро-USB для подключения к компьютеру. И где кнопки, спросите вы. А кнопки теперь здесь. Многие уже знают, наверняка, то, что LG уже давно выпускает кнопку включения-выключения и кнопки громкости на тыльной стороне сзади смартфона. И даже теперь перенесли все это на бюджетную серию. Единственное, мне не очень понравилось, как они расположены. Они сделаны вровень с крышкой. И я повторю, пользуюсь я уже несколько дней, ни день, ни два, я до сих пор не привык. И с первого раза, что правой, что левой рукой, очень сложно попасть именно на клавишу громкости или включения-выключения. Реально, как-то они вот это не продумали. Потому что та же Белла, например, у нее кнопка четко ложится под указательный палец. Здесь же немножечко не доработали. Материал пластмасса, пластик, выглядит просто как пластмасса. Есть, к сожалению, некая скользкость. Она небольшая, но в некоторых ситуациях скользкость себя проявляет. Несмотря на то, что крышка такая, вроде как шершавая, рифленая. Динамик здесь один. Чуть позже звук включу. Обычный, в принципе, нормальный динамик. Камера 8 Мп. Примеры фотографий, как обычно, посмотрите под этим видео на YouTube. Есть вспышка. Что еще особенного? Разумеется, аккумулятор можно заменить. Единственная мелочь, обратили внимание в LG, то, что, в общем-то, вот здесь вот она как-то не до конца. Ноготь куда поддевать сделано, на других все будет нормально. Но, конечно, крышка все равно снимается хорошо. Аккумулятор съемный, 1900 мА, не рекордный, но еще раз удивлен, то, что работает долго. Крышка и две сим-карты. Они ставятся под аккумулятор и карты памяти microSD. В принципе, все. Вот так вот он выглядит. Если его разобрать, существует белый и черный вариант смартфона. Закрываем. И теперь по, собственно, менюшке. Также, смотрите, отмечу, как и на всех LG, даже недорогих, двойной таб разблокировка, двойной таб блокировка. В центр экрана нужно нажать. Все работает. Сверху шторка. Датчика освещения, по традиции, к сожалению, нет. LG не любит его ставить и в дешевые, и в дорогие модели, к сожалению. Но спасает шторка. Есть так называемая многооконность, как и на дорогих телефонах. И вообще, я буду говорить то же самое, что и говорил на Белла. Очень многое перенесли от флагмана, от LG G3. Не то, что все. Но вот смотрите, например, свайп сделаем влево или вправо. И сделаем вот так. Селфи будет. Раз, два, три. То есть, кулак жали, и фотография происходит. Все сфотографировали. Единственная камера здесь, конечно, не самая хорошая. 0.3 это вообще, честно говоря, ни о чем. Это очень мало. Снимки будут плохенькими. Ну, то, что сделали, и на том спасибо, как говорится. Что еще? В принципе, теперь по менюшке. Менюшка здесь абсолютно стандартная для всей, в общем-то, линейки LG за последние годы. Все работает быстро, шустро. И я всегда говорю, мне оболочка нравится. Можно настроить иконки, сделать больше, сделать меньше. Можно скрыть некоторые приложения. Можно их переназначить. Очень много всего можно сделать. Ярлыки, например, поменять. Любой ярлык, который на рабочем столе, можно сделать большим, можно сделать маленьким. Это мелочь, но всегда говорю в обзорах. Из таких мелочей складывается впечатление о смартфонах. Оболочка отличная. Все можно переставить. Что еще в наследство от старшего брата досталось? Такая вещь, как, сейчас покажу, когда заходим в дисплей, сенсорные кнопки главного экрана. Вот эта вещь, на самом деле, вообще идеальная. Кроме того, смотрите, кнопки занимают часть экрана. Можем сделать черный, можем сделать белый, не столь важно. А самое главное, мы можем комбинацию кнопок сменить. Так же, как и в более дорогих смартфонах. Например, хотим мы кнопку многозадачности, пожалуйста. Не нравится нам кнопка вот эта слева-назад, сделаем ее здесь. Видите? И она все реально меняется. Вот здесь отображается. И хотим мы, например, четвертую кнопку, которая отвечает у нас за то, с какой сим-карты звонить или писать смс. Пожалуйста. Вот она. Тут, конечно, LG большие-большие молодцы. В общем-то, добавить больше нечего. Абсолютно стандартный телефон. Абсолютно все более-менее как-то стандартно, что и на более дорогих LG. Все есть. Все, что нужно, все красиво. По цене, как уже говорил, там около 7000 рублей. Ну что же, теперь осталось показать вам, сделать тест экрана. Разумеется, яркость делаем максимально. Заходим в специальные для тестов и смотрим. Углы обзора на всякий случай показываю. Со всех сторон углы обзора хорошие. Ну, чуть-чуть, видите, цвета немножечко искажает. Чуть-чуть. Ну, в принципе, вряд ли кто-то будет смотреть с такой диагонали. И сам дисплей. Вполне все нормально. Единственное, еще раз скажу, мелкий шрифт, конечно, как-то читается не очень хорошо. Ну, многие, я думаю, простят. За счет того, что телефон не особо сильно дорогой. Теперь, что касается громкости динамика, рассказываю. Что касается громкости динамика разговорного, качества связи, никаких проблем, разумеется, нет. В принципе, не в принципе, а все слышно, все хорошо. Давайте сделаем громкость. Очень громко. Сегодня в выпуске. Джейми и Адам поймут, что значит лотануть. Боже, это неправильно. Молодцы. Динамик громкий, не искажает, металл именно отдает, все, в общем-то, хорошо. Ну что же, пора тогда подводить итоги. Все, что собирался про этот телефон, рассказал. Если мой личный рейтинг к этому смартфону, то я ставлю ему 7,5 баллов. Это не очень много. Основной именно из-за того, что памяти мало, по большему счету, и неудобная несколько кнопка. Если минусы, про минусы, то, что вот сформулировать один раз еще сказать, это немножечко скользкий в некоторых ситуациях. Мало свободной памяти, даже поставить одну игру и все, в общем-то, если из коробки смартфон. И кнопку сзади реально как-то сложновато нащупать, она просто реально сливается. Вообще практически ее не чувствуешь, где она. Плюсы какие? Это, конечно же, очень хорошая работа от батарейки. Мне действительно понравилось. Еще раз делаю на этом акцент. LG что-то улучшили, сделали. Потому что я тестировал, в общем-то, все LG, которые выпускались там в 2013-2014 году на данный момент. Здесь расход у нее и у Белла самый низкий. То есть лучше всего держать батарейку. Плюсы, это много фишек, так называемых, от старшего брата, которые я показывал. Это кнопки переназначить можно. Это селфи. Так вот же, кулак. Может и не нужно, но все-таки. В принципе, наверное, это вот основные вещи. По звуку, я уже говорил, на всякий случай, еще звук в наушниках действительно хороший. Качество фотографий, еще раз призываю, на YouTube лежит ссылка. Посмотрите примеры фото и видеозаписи. И на этом обзор заканчиваю. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Пусть все у вас в жизни будет замечательно. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Спасибо.